Добрый день, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина, вы смотрите новости на канале Инстатв. Нет никаких сомнений в том, что торговая неделя завершится для некоторых европейских активов на минимальных позициях. Ввиду отсутствия в еврозоне каких-либо важных макроэкономических событий, которые смогли бы повлиять на движение евро, будучи в паре с долларом США, он вновь оказался ниже отметки 1.15. Эксперты предполагают, что график торгового инструмента останется вблизи текущих позиций, чего нельзя сказать о фунте. Сегодня пара фунт-доллар покинула минимальные позиции ниже отметки 1.30, она торгуется вблизи уровня 1.3030. Поддержку национальной валюте Соединенного Королевства оказали новости по Брекзиту. Стало известно, что Великобритания сделала новое предложение ЕС по бракоразводному процессу по поводу урегулирования границы с Ирландией. Эксперты видят новые перспективы к достижению соглашения обеими сторонами. Сегодня также стоит обратить внимание на швейцарский франк, который с легкостью уступил на этой неделе доллару США. В начале европейской торговой сессии были представлены данные по изменению потребительской инфляции, которая зафиксировала замедление темпов роста, а это дополнительное давление на национальную валюту альпийской страны. Эксперты предполагают, что у британского фунта есть шанс восстановить потери, чтобы не завершить торговую неделю в красной зоне. Зато для евро и швейцарского франка потери очевидны.